Друзья, всем большой привет! С вами Юля. Поздравляю вас с тем, что вы пережили праздники. Но праздники еще не закончились, но тем не менее основные праздники уже позади. Скоро мы все вернемся к нашему обычному, привычному, будничному режиму. И сегодня будет видео о том, что я хочу показать какие-то средства, которые меня очень-очень выручили за последнее время. Можете считать, что это наша рубрика ТОП-5. Я покажу 5 классных находок, которыми я с удовольствием пользовалась. Особенно это актуально для тех, у кого сейчас есть какие-то проблемы на коже, потому что, ну, вряд ли кто-то в празднике держал диету, режим дня. Я еще и сильно переболела, и поэтому у меня кожа как бы отплатила мне, скажем так, потому что у меня были и достаточно серьезные высыпания. И первое, что я вам просто настоятельно рекомендую попробовать, это вот такая вот детекс-маска от Правильная косметика. У меня от данного бренда, вы помните, я вам довольно часто показывала гидролаты. То есть гидролаты мне действительно нравятся, у меня были разные, разные цветочные воды, больше ничего не пробовала. Вот второе средство прошло, скажем так, проверку. Это детекс-маска, бамбук и чайное дерево. Вы знаете, она, посмотрите, она выглядит вот так, такая вот черная-черная маска. У нее приятная кремовая текстура, достаточно мягкая. И она вообще не сушит кожу, не сушит, не стягивает, не травмирует. При этом у нее очень хорошие очищающие свойства. То есть она очень классно вытягивает все из пор, очищает кожу, подлечивает воспаление, выравнивает цвет лица. Она просто замечательная маска. Здесь нет в составе ни глины, ни грязи. Меня это достаточно сильно удивило, потому что обычно детекс-маски, очищающие маски, они идут на глиняной, либо грязевой основе. Здесь нет. Здесь в составе идет воск дерева ним, то есть такой очень активный компонент. Ним, как известно, у нас обладает противовоспалительными свойствами. Очень классно убирает все воспаления. Также здесь идет уголь бамбука, то есть уголь и воск вот этого дерева ним, основные очищающие компоненты. Вы знаете, она все-таки больше подойдет жирной коже, либо комбинированной коже. Ну вот как заявлено детекс-маска, вот действительно есть какой-то детекс кожи. При этом не пересушивает, потому что текстура очень мягкая. Но она, в общем-то, не высыхает коркой на лице, поэтому не нужно бояться какого-то стягивания. Пахнет она, конечно же, конечно же, чайным деревом, потому что чайное дерево, если оно есть в составе, то, скорее всего, средство будет пахнуть именно им. Масло само по себе очень интенсивное. Следующее средство, которое я уже показывала, оно, в общем-то, у меня уже практически закончилось. Могло бы быть уже и в пустых баночках. Это вот такое крем-масло для тела от Любава. Многие из нас, вот сейчас зима, холодное время года, межсезонье, сталкиваемся с такой проблемой, как сухость кожи. Особенно это актуально, вот у многих сохнет кожа тела. Если пользуетесь регулярно, то кожа становится очень гладкая, мягкая. Меня очень выручило из всех средств, которые я у них попробовала. Я достаточно много у них перепробовала кремов. Все, в общем-то, было неплохое, но вот это я считаю лучшее. Здесь на втором месте идет масло кокоса, много масел. Плотное, жирное, но при этом хорошо впитывается. То есть нет такого, что, знаете, как стандартная текстура крем-масла, когда еще нужно средству много времени, чтобы впитаться и выходить с такой жирной пленочкой. Здесь такого не будет. Я однозначно буду это средство повторять. Более того, у меня у ребенка склонность к отопии. То есть кожа склонна к отопии. Это вообще очень сухая, чувствительная, раздражительная кожа. И отопительный сезон нам пережить вообще довольно сложно, потому что кожа сохнет. И я тоже пробовала данное средство, хотя оно не заявлено как детское. Но тем не менее, вот что мы использовали, действительно очень быстро помогает. То есть если оно работает даже на атопичной коже, то просто, если у вас какая-то сухость и безвоженность, то вообще сработает на раз-два. Следующее средство, которым я с удовольствием пользуюсь, особенно вот в праздничные дни, это вот такое вот густое мыло, медовое, с легким паром. Такое вот оно густое, действительно даже похоже на мед. И пахнет оно медом и липой. Очень классный запах, такой душистый, интенсивный, при этом не навязчивый, не химозный. Когда использую как пену для ванны, можно брать с собой в баню, если вы посещаете данное заведение. Ну и просто можно использовать на мочалку, как гель для душа, не сушит кожу, увлажняет ее. Также его можно использовать и как шампунь, как в принципе все такие густые мыло. Но как шампунь, оно работает на волосах, ну как обычный шампунь из супермаркета. Да, волосы промывают, они после него блестящие, мягкие. Но какого-то лечебного эффекта, я думаю, здесь не будет. Вот, ну в принципе, если вы любите данное средство, вы знаете, у Натуры Сибирики выходили такие густые мыло. Они были очень популярны и раскручены. И много классных отзывов. Мне кажется, вот это лучше. Во-первых, оно дает больше пены, лучше увлажняет. Я давно хотела попробовать натуральные дезодоранты. У меня сейчас вот такой дезодорант-спрей от Organic Zone. Это дезодорант на минеральных квасах. То есть полностью на минеральных, натуральных компонентах. Но есть же вот эта вот версия, что дезодоранты, антипреспиранты, которые мы там покупаем в супермаркетах, они не полезны, да, что они блокируют потовые железы, что все это как бы не очень хорошо. Так вот, данный дезодорант, он, так как он полностью на натуральной основе, он, в общем-то, экологичен и совершенно безопасен. Я не знаю, как бы это справлялось в жару, в зной, там, летом. Возможно, будет недостаточно такого средства. Но на холодное время года, когда мы потеем меньше, мне, в принципе, вот этого дезодоранта достаточно. То есть я себя чувствую с ним довольно уверенно. Бывают дни, когда я знаю, что я буду много бегать, и у меня день предвидится какой-то более активный, чем обычно. Тогда, наверное, я лучше воспользуюсь вот обычным таким сильным дезодорантом, химическим, да, будем так говорить. Но, в принципе, вот сейчас на холодное время мне достаточно. Что это из себя представляет? Здесь идет распылитель, оттуда выходит такая водичка. Очень приятно пахнет мятой, потому что здесь в составе эфирное масло мяты, другие эфирные масла, такой свежий, травянистый, очень приятный запах. Нужно нанести на область подмышек, дать немножко высохнуть, и, в общем-то, все. Ну, работает как обычный дезодорант вот с распылителем. Я не могу сказать, что я прям являюсь таким уж, знаете, сторонником и фанатичным адептом всего натурального. То есть я вполне использую и обычные антиперспиранты. Но если есть возможность, например, в уходе заменить что-то химическое, неполезное на более экологичное, более безопасное, в принципе, если это работает хорошо, почему бы так не сделать? Я сомневалась, будет ли это вообще давать хоть какой-то результат. На самом деле будет, вполне нормально работает, нормальный дезодорант для тела. Попробуйте, если вас тоже посещают такие мысли. И следующее, что меня очень выручило, особенно с учетом того, что я довольно сильно переболела. Я принимала много медикаментов, меня обсыпало, у меня был такой тусклый, сероватый цвет лица. И я вспомнила про вот эту вот замечательную линейку. Это Белита М. Данный крем я пробовала, ну, как бы я его знала еще и раньше, но я докупила еще два вот таких средства. Увлажняющая эссенция и сыворотка. Это линейка с фильтратом дрожжей. Фильтрат дрожжей, сразу говорю, это компонент, который встречается не часто в бюджетной косметике. В основном его используют в дорогой косметике, в профкосметике. Корейцы любят данный компонент. И здесь идет возраст от 30 до 35. Вообще вот эта линейка, она разбита по возрастам. Как это работает? Ну, во-первых, очень хорошо и быстро увлажняет, буквально с первых применений. Во-вторых, здесь идет выравнивание цвета лица. Кожа возвращается тугар, тонус. Здесь, в принципе, так и написано, что если кожа проявляет такие признаки, как снижение тонуса, покраснение, неровный тон. Вот все, что у меня было после болезни. Плюс, я думаю, для многих это будет актуально просто после праздников, потому что, ну, вряд ли кто-то соблюдал режим, диету на празднике. И у многих сейчас на лице будут последствия всего этого в виде вот тусклости и так далее. Вот присмотритесь к этой линейке, она действительно очень классная. Эссенция это просто, по сути, водичка, которую нужно наносить на лицо. Я бы сказала, что как самостоятельного продукта вот этого недостаточно. Лучше это использовать с кремом, то есть сверху закрывать этот крем. Это, по сути, тонер. Я не знаю, почему они назвали эссенция. Наверное, забыли, что есть тонер. Вот, и сыворотка, она идет на такой гелевой основе. В принципе, сыворотку я чаще использую просто как самостоятельное средство. Ну, можно, наверное, тоже и под крем. И дневной крем очень хороший. При том, что он достаточно питательный, глубоко увлажняет, не сильно липкий, не сильно жирный. Присмотритесь к этой линейке. Она не раскрученная, потому что у нее такая какая-то неброская упаковка, но она действительно классная. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Я надеюсь, что скоро видео будут выходить чаще. Я возвращаюсь к привычному темпу работы и я планирую закрыть перед вами все те обещания, которые я вам давала в декабре. Потому что, что мы там планировали. Многие ждут прямой эфир с Косметикой Свобода. Я все это помню. Так что не пропадайте, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать оповещения. И всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!